Здравствуйте! Это новости на ННТ, в студии Махач Курбанов. И коротко о главном, что сегодня будет в вечернем выпуске. Нет газа, нет тепла. Поселок Турали в Махачкале накануне остался без газа. О коммунальных проблемах жителей узнавали наши коллеги. Живодеры среди нас. Жестокое обращение с животными не добавит рейтинга и лайков. О правах братьев наших меньших сегодня в выпуске. Не только замечательный артист, но и художник. Хаджимурат Набиев открыл в Махачкале выставку своих авторских карикатур. Жители поселка Турали накануне ночью остались без газа, соответственно и без тепла в минусовую погоду. Произошла очередная авария. В Дагестане в целом наблюдается падение давления газа. Подробности узнавал Хамза Нурмагомедов. Надежде 78 лет. Всю жизнь она прожила в Дагестане. По её словам, коммунальные проблемы были всегда. Однако в последние годы ситуация ухудшилась в разы. Сидят в минусовой температуре дети. На улице 8 градусов, а у нас нулевая температура. Вот дали только три часа газ. И то, с каким трудом дали. Куда мы не звонили, в администрацию, везде. Никто не поднимали трубку, не отвечали нам на вопросы. Дозвонили сюда до телевидения, вот телевидение только нас поняло. Без газа остались все жители посёлка Алкота, сгорел котёл. Из-за этого пришлось обогреваться другими способами. Дети проснулись от холода, пошли, чуть не замерзли там. Вода замерзла, у соседей вода замерзла. Вот у меня тоже так же, вот еле отморозил там, вода, замерзшая вода. Котёл чуть не замерз. Если это всё, не проследить, всё замерзло бы. Причиной отключения газа оказалась авария. Не родила автомобилист, наехала на газопровод в районе ипподрома. По словам представителя газораспределительной службы, ситуацию исправили в течение нескольких часов. Через 15 минут информация была в беспеческой службе общества. И наши выехали в 14.05, насколько я помню. И в течение двух часов устранили эту аварию. Задвижку закрыли, конечно, вот эти два с половиной часа. Пока запустили, это почти до шести вечера затянулось. Все были предупреждены, что закрываются. И сразу пускать газ нельзя, потому что люди должны быть готовы к приему газа. Не дай Бог, дома дети остались, открытые камфорки и так далее. Поэтому она, конечно, затягивается не на 20, а на 4-5 часов. Вечером газ был подан, но не в полном объеме, что потом, не дай Бог, где-то у нас что-то не случилось. А на следующий день по полному объему восстановили ее. Так что по турелям проблем сейчас нет. Однако сегодня газа не хватает всем жителям республики. По словам руководства газораспределительного ведомства, топливо не поставляют в регион в полном объеме из Центральной России. В правительстве республики вплотную занялись решением этой проблемы. Подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период. Пока же в Доме Надежды Федоровны и многих жителей Дагестана будет невысокое давление газа. Дагестанцы смогут выбрать город для благоустройства. Жители республики смогут принять участие в голосовании федерального проекта формирования комфортной городской среды. Об этом сообщает Центр управления регионом. Те объекты, которые наберут большее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь. Участие в вопросе могут принять все желающие с 14 лет. Чтобы отдать свое предпочтение какой-либо территории, нужно зайти на единую платформу городсреда.ру, выбрать свой регион и проголосовать за один из предложенных вариантов. Задержанные члены организации Хизбут-Тахрир. Силовики взяли членов террористической организации в 10 регионах страны, в том числе и в Дагестане. Подозреваемые распространяли в интернете воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям. Кроме того, они занимались вербовкой российских мусульман в международную террористическую организацию. Правоохранители провели задержание по местам жительства подозреваемых. Там же были обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы. Свыше 50 тонн томатов из Азербайджана не допущены к возу на территорию России. Три партии свежих помидоров задержаны инспекторами Управления Руссельхознадзора по республике из-за обнаружения в них карантинного объекта Южноамериканской томатной моли. Это опасный вредитель овощных культур закрытого и открытого грунта. Основной путь ее распространения на большие расстояния – это листья рассады и плоды, масленных культур. Грузы возвращены обратно в Азербайджан. Случай жестокого обращения с животными, к сожалению, становится обыденностью. Отдельных МВД республики уже привлекло к ответственности. Как зоозащитники помогают братьям нашим меньшим и что о живодерах говорит закон, расскажет Наталья Ханбабаева. В социальных сетях распространился ролик, на котором мужчина палкой сбивает лису или шакала. Один из подозреваемых объяснил, что расправа над животным стала наказанием за нанесенный вред. По словам мужчины, лиса наносила урон хозяйству и пугала его домочадцев. Статья 245 Уголовного кодекса так и называется – жестокое обращение с животными. За издевательство положено суровое наказание. Человек, причиняющий боль и страдания, будет наказан штрафом, арестом и даже лишением свободы. То, что касается издевательства над животными, вы правильно сказали, надо быть в том числе неадекватным человеком, чтобы так себя вести. Есть уголовная ответственность и мы каждому факту такой оценки будем давать. Если у вас есть такие материалы, направляйте, мы будем проводить соответствующую проверку, давать процессуальную оценку и давать исчерпывающие ответы на ваши вопросы. Проявление жестокости наших дагестанцев многогранно. Это причинение боли животному, лишение его воды и пищи, содержание на морозе или жаре и другие бесчеловечные действия. Нами заявления периодически пишутся, когда нам обращаются по жестокому обращению. Последний случай был связанный с убийством Орла Краснокнижного. Это вызвало очень массу негатива в соцсетях. Бурная такая была у всех реакция. Но, к сожалению, конечно, чтобы обратить на это внимание, на такой вопиющий жестокий фактор, нам пришлось обратиться к Фадееву Валерию Александровичу, председателю совета, предпрезиденте Российской Федерации по развитию гражданского права и правам человека. Только с его помощью он взял это дело под контроль и здесь завели уголовное дело. С точки зрения религии у животных также есть права. В исламе четко обозначены этические нормы обращения к живыми существами. Пророк, саллиллаху алейкум асалям, говорил своим сподвижникам, то есть в назидании и нам, чтобы мы даже не точили нож перед животным, чтобы не вселять страх в это животное. То есть таких примеров очень много. Можно привести также пример отношения самого пророка, саллиллаху алейкум асалям, к животным, когда, как говорится, однажды он увидел на своем халате кошку и вырезал, чтобы не побеспокоить это животное, вырезал то место, на котором лежала эта кошка, чтобы даже не потревожить ее сон и забрал свой халат. У российского закона о животных непростая судьба. Тема его создания поднималась еще в конце 90-х годов, однако окончательный вариант смогли принять только спустя 20 лет. Стоит помнить о моральной стороне вопроса. К тому, кто слабее и беззащитнее, необходимо относиться ответственно. Наталья Ханбабаева, Мусат Салгиреев, телеканал ННТ Махачкала. Дворец культуры Дагдизель признан объектом культурного наследия. Ему присвоен регистрационный номер. Теперь владельцы архитектурного ансамбля отвечают за его сохранность. Еще в 2019 году Дагнаследий, изучив историко-культурную ценность здания с прилегающим парком и оградой, включила его в перечень объектов культурного наследия на территории республики. Один из собственников попытался оспорить это решение, но Ленинский районный суд Махачкалы подтвердил законность действий Агентства по охране культурного наследия. Сатирические зарисовки на актуальные темы. Широко известный дагестанский актер Хаджимурат Набиев открыл в Махачкале выставку своих авторских карикатур. Рисунки обрели большую популярность в соцсетях, после чего Набиев решил представить работы вживую. Он надеется, что эти рисунки отвлекут жителей от бытовых проблем и поднимут им настроение. В экспозиции присутствуют работы, написанные с 1998 года. На них представлены ироничные образы из жизненной ситуации. Как признается автор, когда он начинал рисовать карикатуры, он и представить не мог, что когда-нибудь его рисунки объединятся в одну выставку. Отбор на Олимпиаду по боксу перенесен. Европейский квалификационный турнир вместо апреля пройдет в июне. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Изначально европейский отбор должен был пройти в Лондоне, но из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в столице Англии соревнования отменили. Турнир пройдет в июне. Точное место проведения и сроки Международный олимпийский комитет объявит позже. Напомним, что к этому турниру готовятся пятеро воспитанников дагестанской школы бокса. В составе мужской сборной России Муслим Гаджи Магомедов, Джамбулат Бижамов, Шарапудин Атайв. В женской национальной команде страны Саадат Долгатова и Зинфира Магомедалиева. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин